И так, всем привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть за Украину в Казаршизу, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а у нас же подходит финальная война, у нас все еще, конечно, параллельно идет война с Антантой, но будем честны, Антанта это нон-фактор, и наши союзники пускай справляются сами, но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем. И вот я, кстати говоря, скидывал военную полицию, теперь дальше идем во вторую, нам нужно, потому что экономить все людские ресурсы, именно ради этого я это исследую, посмотрите, это сэкономит нам 7,5 тысяч людей, ну, в целом неплохо, хотя, конечно, хотелось бы побольше, но тут и так уже полный конь, но у нас карнизонов на самом деле нет то, чтобы супермного, я бы сказал, очень мало, да, 50 тысяч всего лишь, ну, все равно приятные 7 тысяч, потому что у меня сейчас не хватает людей очень-очень сильно, мне нужно на авиацию очень много людей, и здесь, очевидно говоря, много людей, ну, и как бы, вот эти армии хотелось бы не ослаблять слишком. Ну, кстати говоря, наши союзники взрывают здесь войска Антанты и добивают, по крайней мере, в Сурате, и вот здесь вот бы добили, но там как-то не спешат, ну, и ладно, главное, что в Африке они будут справляться сами. А я здесь дотренировываю свои войска, и как только это закончится, я думаю, мы будем готовы выступать, потому что по механу наш небольшой минус уже почти решен. И по поддержке войны у нас тоже, видите, все очень-очень жестко и быстро изменяется в наш плюс. Или Россия сама объявила нам войну? Видимо, по решению, потому что у меня не было информации о том, что они готовятся, что я могу сказать на это. Ну, ладно, это было немножко неожиданно, но мы просто что делаем? У нас здесь какие-то есть смешные самолеты, видимо. У нас штурмовиков больше, чем истребители, потому что у нас в один момент отвалились военные заводы истребители, но у штурмовиков все было прекрасно. Ладно, тогда как такое, как распределяем их, я думаю... Ну, так, давайте. Я думаю, манпарк, который у нас будет появляться, а он не будет появляться, пока мы не сделаем вот это. Так что в следующем мы делаем вот это вот. Тратим политку на плюс призыв. Мы поставим себе больше истребителей, а пока что вот так, и... Ну, да, наступаем. Что еще можно сказать? И, блин, Россия била войну, а где ее войска в этот момент? Это хороший вопрос, у нее большая армия. Это опять какой-то, не знаю, 10 тысяч IQ move от бота, что ли? Конечно, я и так подозревал, что мы сможем разбить Россию без основных проблем. Хотя у нас полностью механизированная армия. Но... Все-таки, наверное, армия должна быть. Без армии чем угодно можно было бы разбить. И слушайте, господи, вот я ушел из Индии, и они не смогли добить одну провку. И сейчас пошла контратака в Индии. Какой ужас. И анатолийский Курдистан выявляет войну в Турции. Ладно. Может, я могу на это ответить. А давайте призовем всех в войну, а мы не можем уже и так. Ладно. Все сломано. Просто добьем Россию, там посмотрим. Ну и да, потихоньку продвигаемся. Иммунпавер появляется и сразу же улетает. Еврейский Цельный Совет в поддержку военных действий. Смотрите. Такие неплохо, такие неплохо, товарищи. Я, конечно же, потрачу их всех на самолеты, потому что, да, хотелось бы побольше иметь истребителей. Ну вот это уже веселее. О, и Греция тоже объявляет там войну. Не, ну греки вы, конечно, молодцы, только жаль, что... Жаль, что нет. И та, они реально все не в войне. Кнопки призвать всех нету, потому что война считается с этой сантантой. А, в войне сантантой и так уже все есть. И вот вам и сломанная, скажем так, война. И давайте, знаете, что мы сделаем? Эту армию сюда. А это распускаем. Потому что, ну, объективно говоря, нам нужно больше людей. И вот Швеция тоже здесь. Надо было ее призвать. Надо было нажать... Ну, хотя как нажать призвать всех? Я в защите. Я не мог призвать всех. Иногда я, бывает, ошибаюсь и не призываю всех, когда нападаю. Но здесь на меня напали. Поэтому не смог. Это финальная схватка. Это финальная схватка Украины и России, ребята. Это не финальная схватка Франции и России. Нужно понимать, кто здесь как бы боссов с режимом в этом альянсе. И забыл факт, нам не хватает нашей нефти. Ну, справедливости ради, я недоисследовал здесь техи, здесь техи. Так что, в принципе, логично. Но придется нам закупать. Потому что у нас внезапно вся просто... Так, Персия это наша, да. Прекрасно. У нас, в принципе, нефти дофига. Так что можно не стесняться. Да. У нас вся армия механ почти что. Так что, да. Топливо, конечно, улетает только так. И Россия, к северам. А, ну я понял, где армия России. Армия России умерла в Монголии, Японии и Китае. В Францамуре. Да, вот где армия России, видимо. И там она и умирает. Потому что, ну, нету дивизии. 3,6 миллиона потерь. Хотя, казалось бы, вроде как много. Но по факту получается на самом деле мало. А вот и анатолийский курдист накапнул. Ну, я думаю, Турция должна забирать. Я правильно понимаю? Да. Ой, это боты, это такие боты. Самое забавное, что, ну, они что-то объявили войну как раз-таки в будущем. Сами в войне. Это не я им объявил войну, пока они заняты Монголией. Кстати, очень неуспешно, судя по всему. А это они нам решили еще сверху объявить войну. Имея примерно 0 дивизий на границе. Ну, это, конечно, next level play. Ой, тут, кстати говоря, в Греции был флот. Но уже нет, очевидно. И наши ребята тут высаживаются, добивают территории разные. Это они молодцы. Потому что мне, конечно, надо добивать всякие криты, ну, совсем впадло. Падение Москвы. Все. У нас механ немножко отваливается. Но я, видите, ставлю еще больше заводов на это. И потихоньку вроде как восстанавливается. Там он решил греться, капнуть. Ну, пора был. Ой, я заметил, что здесь есть персональные генералы. В принципе, то же самое, на самом деле. Так что я тут не буду менять. Хотя нет, не то же самое. Еще полпроцента населения. Да, я это возьму. Но остается просто чуть докраситься. Я говорю, Норвегия у нас уже почти докрашена. Тут на самом севере что-то остается минимальное. Эти армии у нас суда. Им просто сейчас нечего делать. Их можно, конечно, отправить в Африку. Но в Африку, наверное, нет. А вот Индию добить, ну, можно. А в Африке здесь, конечно, наши ребята воюют. Молодцы. И Петрогород пал. Я думаю, падение России недалеко. Потому что мы тут колобок сделали. Один. Делаем второй. Только у нас... Я вижу, одного агента немножко приняли. Надо поменять. И сразу попробовать доставать следующего. Ну, что. Я думаю, можно себе позволить уже немножко оборзеть. И поставить третью агрессивность. Не вижу в этом никаких проблем. Я также достраиваю тут авиабазы и радары. На границе. Чтобы дальше тоже иметь рассудство в воздухе. Также перебросываем, наверное, норвежскую армию в Финляндии. И здесь тоже будем наступать на Россию. Приказ здесь немножко стал забавным. Давайте, наверное, его подправим. Чтоб наши войска продолжали успешно идти на восток. И да, здесь все просто стоит. Ну, конечно же, это на самом деле нон-фактор. Очевидно, что это украинская армия победила. В принципе, все всем должно быть очевидно, наверное. Ну, и раз у нас освободилась индийская армия, потому что мы здесь уже победили, можно помочь и вот с этого фронта тоже. Ну и что, Петр IV, так называемый, проиграл, можно сказать. Вот-вот придет, так сказать, в Киев приказ о капитуляции. Да, вот оно, Норвегия, Болгария, Россия. И пали. И вот начинаем интеграцию вот этих земель. И будем сейчас начинать дележку. Ну и что, товарищи, на этом Паролы можно наше прохождение закончить. Единственный момент. И вот теперь точно нормально. Надо было просто отдать Эльзасу Германию, очевидно. Мы смогли Черное море сделать своим внутренним. Я немножко подредактировал сейчас уже границы, потому что, ну, иначе неудобно здесь что-то делать. Здесь тоже подправили границы. В общем-то, получился вот такой вот мировой раздел. Конечно, война Сан-Та-Та не закончилась. Она еще будет продолжаться. Но это уже не проблема Украины, как говорится. Здесь вот все наши проблемы здесь уже решены. Все земли, которые вы хотели интегрировать, интегрированы. У нас огромные теперь нефтяные запасы, ресурсные запасы. Уже исследуются ядерные реакторы. Так что страна идет к процветанию. Но вы обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии, отвечайте за коротко в описании. Все, ребята, как обычно. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok